Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок, с вами Ломонос Петр. Лето в разгаре, и в многих наушатках появилась белокрылка. Что же это такое? Что это за вредитель, который досаждает нашим огородникам? Ну, размеры его вроде бы небольшие, 1-2 мм в диаметре, но с чем она опасна? Когда белокрылка садится на растения, она высасывает соки. Высасывает соки, и листья начинают скручиваться, и на листьях появляется сажестый грибок, черный налет. Так вот, самое обидное, на что листья скручиваются, падают, и растение начинает постепенно погибать. Потому что все соки высасывает белокрылка, а сажестый грибок довершает гибель растений. Ну, многие любители начинают бороться с сажестым грибком. Бороться с сажестым грибком, а его не берет ни одна известная препарата. То, что против комплекса болезней, ничего не берет. Настолько это сильное средство появилось на наших листьях. Так вот, белокрылка уже сколько существует? Белокрылка существует где-то 28 видов. Даже у нас в Белоруссии есть же и кленовая белокрылка, есть шестотеловая белокрылка. Ну, самое, конечно, опасное для всех – это оранжерейная белокрылка. Оранжерейная или тепличная белокрылка, она больше всего вредит. Она повреждает где-то 250 видов растений. Предостаётся и помидорам, и огурцам в наших участках, и декоративным многим растениям. В общем, очень многие растения повреждают белокрылка. Ну, и, в конечном итоге мы не получаем урожай. В конечном итоге снижается декоративность наших растений. Ну, и поэтому приходится с ней бороться. Бороться, если посмотреть интернет, способов масса. Масса способов. Все эффективные, все авторы утверждают, что это стопроцентное избавление от белокрылки. Я уже пробовал. Значит, все рецепты, химическая сторона рецептов, на чём основана? Основана на том, что используется или октара, или тонрек. Октар или тонрек на основе этих препаратов делаются обработки, и как бы белокрылка должна исчезнуть. Но не забывайте, что для того, чтобы исчезла белокрылка, такую химическую обработку надо проводить с интервалом через неделю, 4 раза за сезон. Если вы проведете такую обработку, есть ещё надежда, что она исчезнет. Ну, конечно, некоторые товарищи добавляют более действенные средства. Октар умешают там с другими препаратами, фосфороорганическими. Ну, как бы борьба с белокрылкой идёт с переменным успехом. Один год удаётся от него избавиться, другой год нет. Почему? Потому что белокрылка, самое главное, с ней бороться в самом начальном периоде. В мае месяце, когда вылетают старые насекомые, которые где-то в зиму, где-то в каких-то щелях, укрытиях, они берут, откладывают яйца, из этих яиц выводится новое поколение. Вот это поколение и разлетается. Разлетается и опять заражает наши растения. Ну, не все знают, что вот это поколение, которое уже разлетилось на растениях, оно как бы может уже не летать. Яиц вылупаются личинки, которые очень похожи на тлю, и мы думаем, что это тля. Мы не боремся с этим вредителем, ну и, соответственно, потом пожинаем плоды. Потому что проходит время, они живут, потом они окукливаются, превращаются в бабочек, зимуют и потом опять заражают наши сады. Я вот также испробовал очень много средств, как бы биологических, использовал и рапсовое масло. Авторы тоже утверждали, что рапсовое масло очень эффективно. Ну, попробовал 50 грамм, но я посмотрел, что более действенно, все-таки на белокрылку, если давать 200 грамм на 10 литров воды. Такая смесь действует более эффективно. Ну, опять же, приходится повторять эту обработку, повторяюсь как минимум 4 раза. Но совершенно случайно мне удалось найти средства, которые действительно очень помогают в борьбе с белокрылкой. Значит, вот это средство, вот у меня возле рук, ну, возле рук, вот оно, возле меня. Вот возле меня называется это средство никандра физалисовидная. Растение происходит родом из Перу, то есть из Южной Америки, это самое. Вот это однолетник, он красиво цветет, голубые цветки, красивые. Потом такие вот коробочки, эти коробочки потом высыхают, причем физалисовидная, они висят чем-то похожи на коробочки физалиса. Ну, выращивается она как декоративное растение. Где-то, конечно, цветоводы выбросили на мусорки, она уже растет и на свалках встречается. Ну, тем не менее, это растение привозное. Растение привозное, и это не наше растение, просто оно адаптировалось к нашим условиям. Это такое, что интересно вот никандра. Про белокрылку я чуть позже остановлюсь, это самое. Вот она очень интересна. Значит, трава никандры, если высушенную заваривать и пить, значит, это сильное мочегонное средство. То есть, с помощью этой травы можно лишить камни в почках, потом очищать печень, вот именно при помощи никандры. Ну, надо быть осторожным, потому что перед дозировкой можно отравиться. Поэтому лучше посоветовать с врачом, какую дозировку он вам назначит. Ну, точно так же, вот эти коробочки, которые потом вырастут, созреют осенью, они коричневого цвета. Они применяются для кустарного украшения тканей. Надо вам ткань окрасить, чтобы стало коричневой. Эти коробочки заваривать, опускать любую ткань, она становится такой насыщенно коричневого цвета. Натуральный цвет, очень приятный, очень-очень красивый. Ну, а вот для борьбы с белокрылкой нам не надо, конечно, это самое. Мы просто-напросто высаживаем растение. Так вот, это растение настолько отбудет белокрылку, что где-то в радиусе 3-5 метров от этого растения белокрылка не живет. Она просто-напросто прилетает, я потом покажу. Я высадил на входе в теплицу, и белокрылка в теплицу уже не залетает. Хотя на улице можно встретить ее немного, но в теплицу она не залетает. Эта растение, значит, обладает сильным отбудившим эффектом. Ну, самое интересное, что растение относится к семейству посленовых. А семейство посленовых белокрылка очень любит. Она же повреждает и табак, и петунию, и помидоры. А вот и кандру почему-то она очень боится, как огня. Поэтому для того, чтобы иметь экологически чистую продукцию на своем участке, я советую завести вам этот однолетник, посадить или в горшки, как вот в данном случае, или просто, если позволяет место, при входе в теплицу посеять. И она будет нести исправно службу днем и ночью. Она будет отбудить белокрылку. Средство действенное, уже проверенное, попробуйте. Я думаю, результатом вы будете довольны. Желаю вам отличных результатов в борьбе с белокрылкой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин